Всем привет! Я снимала для вас сейчас видео про покупки Victoria's Secret и вспомнила, что вы меня очень сильно просили снять для вас видео про фильмы, сериалы, мультики, которые я посмотрела за последнее время, потому что уже, наверное, более полтора месяца я не снимала такое видео и не рассказывала, на чем же я сидела все это время и вообще, что мне нравилось из кино, сериалов, что оставило на меня какой-то такой, знаете, отпечаток. Поэтому все сегодня вам обязательно расскажу. Все записывала в течение этого времени для того, чтобы поделиться, потому что материала было очень много. Начну с того, что я не смотрю какие-то типичные сериалы хайповые, которые очень мега популярны. Я вообще не люблю все очень популярное, я люблю что-то такое индивидуальное. Сразу хочу сказать, что когда я выбираю какие-то сериалы, то это в основном русские или украинские сериалы. Почему? Потому что я очень люблю, мне очень нравится, как снимает российский кинематограф, как снимает украинский кинематограф. Это мои самые любимые сериалы. Мне кажется, по менталитету, по жизни, по ценностям они максимально соответствуют нам, нашей душе. Потому что, если честно, я не очень люблю американские сериалы, крайне редко их смотрю. Вообще ненавижу турецкие сериалы. И вы знаете, что турецких у меня есть только три любимых сериала. Это «Ранняя пташка», «Запах клубники» и еще какой-то был один. Больше ничего мне не заходит на протяжении всех лет, что я пыталась что-то смотреть. Абсолютно ничего не заходит, потому что турки, они очень сильно переигрывают. Вот это их особенность — все драматизировать, излишние эмоции, излишняя эмоциональность, большинство холериков по темпераментам. Честно, мне это не нравится, мне это не близко. Я не люблю такие сериалы. Я вообще, в принципе, по жизни люблю более-менее спокойных, ровных людей и более-менее спокойные, ровные эмоции. И для меня, конечно, турецкие сериалы — это что-то преувеличенное. Это какие-то лицемерные эмоции, лицемерные названия в плане того, как люди называют друг друга. Мне такое не нравится, и поэтому мне это не близко. Я турецкие сериалы крайне редко смотрю. Американские не люблю. Вот наркотики, какую-то грязь, ну это не мое. Честно, очень редко смотрю американские сериалы. Больше люблю все наше русское, украинское, все наше славянское. Мне кажется, это самое замечательное, что может быть. В наших сериалах всегда есть какая-то душа, честно говоря, она прослеживается. И это очень реально душевно, близко. Очень люблю, когда снимают российские, русские просторы. Ну, мне кажется, это как-то очень, очень много в этом души, очень много в этом тепла. И я люблю себя окружательно такими сериалами, да, чтобы посмотреть на красивые виды, какие-то порядочные, более-менее порядочные истории, да. То есть мне нравится вот такое. И мне кажется, это нам всем очень близко, поэтому я для себя выбираю мелодрамы, комедии, наши вот все. В последнее время очень много снимает Украина, поэтому, конечно, преобладают в моем списке больше украинские фильмы и сериалы. Начать хочу с одного фильма, на который я сходила в кинотеатре, когда отдыхала в санатории. И на самом деле я безумно рада, что я попала на этот фильм, потому что я раньше знала о его существовании, но не думала, что он может меня заинтересовать. Этот фильм — это что-то очень чистое. Это фильм Веры Глоколевой, она его снимала. Она была режиссером данной картины. Фильм называется «Две женщины», и написан он по Тургеневу, то есть это классика, эконизация классического произведения. Девочки, насколько это красивая картина, насколько в ней все тонко и изящно. Вот вы просто смотрите, и такое ощущение, что вы реально находитесь в том веке, когда это все снималось, настолько это душевная картина, настолько там много тонких моментов отношений, взаимоотношений между мужчиной и женщиной, настолько все на высоте, на высоких вибрациях. Музыка, вот это музыкальное оформление картины, оно меня просто покорило. Вы настолько выходите светлой, чистой после этой картины. Это просто что-то потрясающее, поэтому запомните и запишите «Две женщины». Насколько сейчас много, на самом деле, картин про убийства, про что-то грязное, про измены. Вот куча-куча какой-то грязи. Среди вот всей этой грязи, этой картины «Две женщины», она просто потрясающая. И я с удовольствием посмотрю ее еще раз. Просто вы, когда смотрите, вы реально как будто очищаетесь даже морально. Настолько это про высокие отношения, да, конечно, там есть и про измены. Не без этого, это реальная жизнь, да. Но то, как это экранизировано, актерский состав, мне очень сильно понравилось. Я осталась под впечатлением, и вы выходите на такой высоте. И очень-очень, знаете, вот возвышенность какая-то есть в этой картине. И это очень хорошо, то, что до сих пор есть люди и режиссеры, которые снимают такое. Далее два сериала. Это сериал «Перекати поле». Обязательно посмотрите этот сериал, потому что он просто потрясающий. Следующий сериал – это сериал с этой же актрисой, которая играла в сериале «Перекати поле» главную героиню. И это сериал «Люблю отца и сына». Он довольно-таки короткий, там всего лишь пару серий. Но безумно интересный сериал про то, как девушка влюбляется сначала в взрослого мужчину, а потом и в его сына. В общем, безумно там все интересно развивается, так что обязательно посмотрите. «Без тебя» – это сериал с Ариной Постниковой. Очень интересный сериал, тоже такой не очень большой. Это может быть серии 8 с таким сюжетом, очень-очень острым, безумно интересным, захватывающим. Вот честно, я была под таким напряжением и довольно-таки классно провела вечер, посмотрев этот крутой фильм. Так что рекомендую. Очень сильно мне он понравился, он коротенький, по-моему, там 2 серии. Оставил очень крутое впечатление. И также фильм еще толстенький, называется «Вместе навсегда». Это сериал с моим самым любимым на данный момент российским актером Петром Рыковым. Очень красивый мужчина. Обязательно посмотрите этот сериал, он безумно душевный и очень-очень интересный. Фильм с таким же практически названием, с Аллой Ливановой. Там она снимается «Однажды и навсегда». Тоже очень интересная картина. В общем, мне все вот картины, которые мне рассказывают, именно они оставили впечатление, поэтому я сегодня про них вам рассказываю, они безумно классные. «Ты только мой» с Антоном Батыревым. Антон Батырев довольно-таки известный актер, он снимается много в каких сериалах, но это первая картина, которую я посмотрела именно с этим актером. Он считается таким красавчиком. Вот, первая картина, ну, довольно-таки интересная, мне тоже очень понравилось. Посмотрите, весь список сегодняшних фильмов я публикую, конечно же, в инфобоксе, так что можете не записывать, потом просто открыть и все прочитать. Все названия фильмов, они там будут. И, наверное, последнее, о чем хочу рассказать, это сериал, который мне очень сильно понравился, и я жду нового сезона. Очень сильно понравилось, хотя это абсолютно не моя тематика. Фильм называется, сериал точнее, называется «Мамочки». Сейчас есть три сезона, я очень быстро отсмотрела все три сезона и очень жду четвертый сезон, потому что это настолько интересный сериал про девушек, про мамочек. Это не мелодрама, это больше такая комедия, и он настолько такой вот очень реалистичный, очень смешной, про реалии обычной жизни, такой семейной, с детьми. Там снимаются очень хорошие актеры, несколько из них я знаю. Один из кухни снимается, очень такой смешной актер. В общем, мне настолько понравился актерский состав, они все такие приятные. В общем, безумно-безумно мне понравилось. Весь список сериалов и фильмов я обязательно оставлю внизу. Ну и желаю вам хорошего дня. Если вы посмотрели какие-то интересные фильмы или сериалы, примерно вот под мою тематику любимую, да, которая со мной примерно на одной волне, что-то комедийное, что-то легкое, что-то позитивное, и обязательно русское или украинское, то обязательно пишите мне в комментарии название этих фильмов и картин.